Так, я вам хочу показать две таблицы, обобщающие, но однако, чтобы вы не, ну скажем так, не абсолютизировали. Это всего лишь таблицы примеров, и самое за что обычно цепляются, за то, что почему здесь в серединке здесь клеточка, почему здесь полосочка и так далее. В серединке даны примеры, каких принтов? Регулярных, регулярных линий, поэтому не так буквально надо воспринимать, что если у нас здесь вот квадратик, значит здесь должны быть квадратики. Значит, если у нас, как мы рассуждаем, если у нас гамин, то значит здесь должны быть регулярные гаминные линии. То есть это могут быть ромбики, могут быть звездочки, могут быть любые какие-то геометрические версии. Понятно? То есть то, что дано здесь, почему, я говорю, почему опасные вот примеры шаблона, потому что вы сейчас, если хорошо, внимательно не услышите, вы потом посмотрите на картинку, скажете, о, нарисованы квадратики, я поняла, будем искать квадратики. И будет опять повод для ошибок. Итак, пробежимся и просто вспомню. Если у нас у гамина, да, у нас мелкая геометрия и динамичная, раз так сказать, растами. Если у нас драматик, то у нас крупная геометрия, более статичная. Если у нас натурал, то крупная смягчённая геометрия, согласно Ларсен. Такая, как бы, знаете, как обтёсанные камни. Если у нас романтик, то это у нас мягкая линия, причём... Ой, прошу прощения, скакала. Причём мягкая линия, которая, по сути, даже не будет видно. Почему не будет видно? Потому что эта линия практически акварельная. То есть мы не ищем сами эти линии. Мы понимаем, что сюжет развивается, да, что это что-то такое плавное, размытое, в мягких переходах. Вот это очень важно, потому что здесь всё нарисовано только с помощью линий. И если буквально будете смотреть, вы начнёте искать горох. И будет уже ошибка. Услышали этот момент? Поэтому к этой таблице... Я почему сейчас в последнее время стараюсь от этих таблиц отходить? Потому что я вижу, что их запоминают шаблонно. То есть даёшь вроде выжимку с комментарием, а потом вот этот комментарий в голове теряется, и человек... О, горошек. И пошли шпарить горошки. Итак, всё ли понятно по чистым типажам, что здесь схема, что это не буквальная, так сказать... Да, восьмёрка. Восьмёрка может встретиться и у гамина романтика, и у романтика-драмантика, и у романтика-классика, и у романтика-натурала, если мы цепляемся к самой форме. А если мы понимаем, что здесь идёт ещё максимальная акварельность, тогда мы понимаем, что это только точка отсчёта этого сюжета. Теперь смотрим. Если мы с вами посмотрим, как перетекает... Я специально вот так вот выделю. Перетекает натурал в романтика. Здесь плавно происходит укрупнение вот этих вот линий. Плавная, более деликатная линия приобретает... Здесь одно и то же нарисовано, не удивляйтесь. Я показываю просто взаимодействие, как стрелочку, если мы, допустим, от романтика движемся к натуралу. Так вот, линии становятся крупнее, поверхности становятся фактурнее. Менее замысловатыми, более простыми. Если у нас будет перетекать... то... Продолжение следует...